Приветствую вас, друзья! Меня зовут Баладан, мы продолжаем курс изучения C-Sharp для Unity, и сегодня мы будем говорить на такую тему, как класс Input. Класс Input, что это такое вообще? Этот класс позволяет нам отслеживать все нажатия от пользователей. Он пишется вот так, Input, и у него есть куча методов. Мы будем их проверять благодаря такому оператору как if. Будем проверять в методе FixedUpdate, и есть у него куча методов, мы будем проверять, например, метод AddKeyDown. Этот метод будет срабатывать туда, куда мы нажали на какую-то клавишу, и она нажата. Здесь мы пишем KeyCode. И здесь мы выбираем какую букву мы будем нажимать, например, буква А. И если мы нажали, то будем выводить в консоли какое-то сообщение. Например, вы ввели букву А. Что-то здесь ошибочка будет такого. Просто А. И проверяем. Заходим в наш скрипт. В нашу сену. Заходим в консоль. Нажимаем А. И, как видим, я нажимаю. И выводится текст. Также, мы можем... Есть такой метод. HeadKey. HeadKeyUp. Он срабатывал тогда, куда мы уже нажали клавишу. Есть такой метод. Давайте проверим. На видео, нет, никаких изменений вы не заметите. Но... Будете знать. Теперь поговорим о... О таком... Методе, как... HeadAxis. Благодаря этому методу... Этого метода принимают условия. Это условия можно посмотреть в... Ассет... Нет. В Edit. И Project Settings. Здесь есть такая вкладка, как... Как... Как Input. И тут есть Access. И тут есть... Разные такие фишечки. И мы можем взять... Любую, какую мы хочем. Например, мы берем Horizontal. Горизонтал. И это... И этот метод нам позволит... Отслеживать. Он принимает условия. Вот. А это я в Paint. Покажу вам. Он принимает условия. Если мы нажали... А. То... Значение... Будет... Минус один. А если... Дио мы нажали... То значение будет... Один. Это... Это нам поможет в создании... Продвижение игрока. Если... Давайте мы создам специальную переменную. Даже. Int. Молд. Давайте, например. Нет. Давайте лучше... Будем проверять это вот... На... В скрипту... В кубе. В кубе. В кубе. В кубе. Проверяйте это. И мы будем проверять это... Благодаря... Position. Здесь... Position. Position. И она будет равна... New Vector. 3. И здесь мы вводим... Input. HeadAxis. Horizontal. Horizontal. А... По Y... Можно проверять... Благодаря такому... Методу... Ну... Методу... Такому... Эксису... Как... Vertical. Это то же самое, что и... Horizontal. Но... Horizontal проверяю по... Horizontal. По... Вот такое... По... OC. X. А... Vertical. Буду проверять это... По... Y. И... Будет двигаться... Благодаря... W... И... F. Будем двигаться. Здесь мы пишем... Вертикал... 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 А... Зайти... Вертикал... Зайти... 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 Сохраняем наш скрипт... Закрываем эту... Вкладку... И теперь... Смотрим на наш куб... Как видите... Когда я нажимаю... На... Клавишу... A... То... Значение... Идет... От 0... До... Минус 1... А если я нажимаю... На D... Значение... От 0... До... Плюс 1... Так же... Работает... И... В... 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 На следующем уроке... Мы будем делать... Передвижение... И этот метод... Мы будем использовать... И тот... Чтобы сделать... Придвижение... Ну... На этом все... В этом видео... Мы разобрались... С очень... Хорошей... Темой... Для... Придвижения... Игроков... Всем удачи... Всем пока... Субтитры... Субтитры...